Всем привет! Мне пришла новая посылка из Китая. Давайте ее распакуем, посмотрим. Честно говоря, даже не знаю, что там может быть, потому что в описании написано следующее. XMW XSB Хэй, что-то там. То есть, что это такое, понять вообще невозможно. Написано, что цена 5 баксов. Ну что ж, будем вскрывать и смотреть. По трек-номеру я так и не определил, что там находится внутри. И... Ух ты! Новая мышка Xiaomi-шка. Честно говоря, продавец мне указал, по-моему, другой трек-номер. Надо будет посмотреть, потому что по этому трек-номеру я посмотрел, у меня в кабинете AliExpress нет ни одного товара. Сначала давайте посмотрим, что из себя представляет упаковка. Здесь логотип Xiaomi. Мышка черного цвета должна быть. Да, мышка черного цвета. Здесь у нас что-то на китайском. Написано, что поддерживает до 1200 DPI. Также до 10 метров расстояние. И работает 12M. Это, наверное, 12 месяцев в режиме ожидания. А может быть, 12 месяцев в режиме работы. Это вообще было бы колоссально. Работает на частоте 2,4 ГГц. Эта мышка отличается от той, которая у меня была на канале, тем, что эта мышка является только радио. У нее только радиомодуль присутствует и все. У предыдущей мышки, которой я, к слову сказать, очень активно пользуюсь, есть и Bluetooth поддержка. Поэтому вы ее сможете коннектить к чему угодно. Я буду делать обзор на данную мышку после того, как ей попользуюсь несколько недель, чтобы вкусить вообще, что она из себя представляет. Видите, поддержка есть Windows 7, 8, 10. Mac OS поддерживает от версии 10.8, наверное, и выше. Ну и Chrome OS поддерживает. То есть все популярные операционные системы здесь, конечно же, поддерживаются. И также будет сравнение этой мышки с той мышкой, которая у меня уже была на обзоре. Это мышка от Xiaomi, белая. Ну и, в общем-то, посмотрим, что из себя они представляют, какую мышку все-таки лучше брать. Видим, что здесь эргономичный дизайн у нас. Есть также светодиодная подсветка. Ну и еще что-то. В принципе, по упаковке никаких претензий. Картон качественный, все красиво подается. И, в общем-то, вот здесь она в пакетике у нас находится. Также здесь у нас есть какая-то макулатура на китайском. Инструкция, как пользоваться данной мышкой. Конечно, все на китайском, но здесь много, видите, картинок. Поэтому давайте попробуем разобраться. Значит, у нас основные клавиши есть. Scroll у нас, видите, тоже является клавишей. Здесь у нас, скорее всего, индикатор светодиодный. Судя по тому, что это выделено отдельным пунктом. Кнопка включения-выключения. Отсек для батареек. Кнопка боковая отдельная есть, я так подозреваю. Да, есть боковая, офисная, так сказать. Также здесь у нас есть место под радиоприемник. Ну и, собственно говоря, сейчас будем вскрывать. А, здесь показано, как менять батарейки. Что нужно отщелкнуть верхнюю крышку. И тогда будет доступ к батарейкам. Ну, мне так кажется. Хотя способ не самый простой, на самом деле. Ну и показано, что нужно воткнуть в USB-порт любой. И, собственно говоря, она будет у нас работать. Ну, включить, конечно же. Главное не забыть. Никаких приложений, ничего к ней качать не нужно. Поэтому никаких QR-кодов здесь, соответственно, нет. Ну и теперь будем рассматривать, собственно, саму мышку. Единственное, у меня сейчас претензия, это то, что они решили удешевить, собственно, комплект поставки. И вот пакет, например, уже не такой богатый. Не такой дорогой, какой был в предыдущей мышке. То есть, это первое такое впечатление. И, знаете, сама упаковка действительно красивая, достойная. А вот дальше идет подача не очень хорошая. Мне хотелось бы, чтобы Xiaomi все-таки поддерживала марку. И упаковочка была покруче. Вы скажете, зачем нужна упаковка, ведь вы будете пользоваться мышкой. Ну, на самом деле, я тоже с вами соглашусь. Но первое впечатление всегда создается именно с упаковки. Вы приходите в магазин, вы выбираете товар. И когда вы получаете дома, то, конечно, вам хочется, чтобы он был красивый, чтобы было приятно. Давайте попробуем отщелкнуть эту крышку. Она отщелкивается очень легко, кстати. Посмотрите. Раз, и все, и она отщелкивается. Здесь у нас отсек для батареек. И здесь у нас используется одна, всего лишь одна батарейка. Да, это обычная батареечка, типа размера 2А. Видите, она из серии Xiaomi, оранжевого цвета. Кстати, кому интересно, есть у Xiaomi отдельно батарейки. Вот такие алкалайновые продаются. Или алкалийновые, не знаю, как правильно. Вот. Хорошо, что в комплекте есть батарейка, потому что мне, например, в комплекте иногда с продукцией не приходят батарейки. Наверное, из-за того, что я нахожусь в Молдове, а сюда вот такие все аккумуляторные штуки, они приходят крайне редко. Достаем наш свисток, чтобы не потерять. Вдруг вы перемещаетесь по миру. Чтобы не потерять, есть отдельный отсек. Что мне понравилось сразу с первых минут, это то, что здесь очень быстро появляется доступ как к замене батарейки, так и, собственно говоря, к отсеку к этому. Отменно. Конечно, вот это действительно очень продумано. Эта кнопка нажимается без яркого такого отщелкивания. Слышите, она глухая, а эти очень звонко нажимаются. Ну и центральная тоже скролл нажимается тоже с таким отщелкиванием звонким. Видно, что там у нас есть светодиод. Сейчас попробуем включить, заработает он или нет. Да, он заработал, видите, зеленым цветом. Очень приятный зеленый цвет на самом деле. И такой, знаете, тонкий дизайн. Ну, действительно красиво. Про эту мышку пока рассказать больше нечего. Единственное, я не могу понять, почему здесь царапины. А, это у нас, кстати, защитная пленка. Я ее сниму. Вот. Вот теперь красота, посмотрите. Блестит, аж сияет. В общем-то, вот такая вот мышка была у меня на распаковке. Конечно же, как всегда, обзор я не буду делать сразу на эту мышку. Мне нужно ее протестировать для того, чтобы максимально объективно вам все рассказать. Вот так вот выглядит ее свисточек. Как видите, тоже достаточно такой эргономичный, красивенький, маленький, аккуратный. И я думаю, что в пути такой будет более чем интересен для людей, которые путешествуют, для людей, которые работают где-то в дороге, например. То есть, такой действительно интересный девайс. Надеюсь, он меня не подведет, как и, в принципе, почти вся продукция Xiaomi. Я ей очень доволен. Так что ждите обзора. Всем хорошего настроения. Если видео вам понравилось, вы знаете, что с ним делать, поделитесь им с друзьями, подписывайтесь на канал, на группу ВКонтакте. Чтобы одним из первых получать новости, нажимайте на колокольчик, для того, чтобы уведомления о новом видео приходили вам моментально, одному из первых. Ну что ж, спасибо, что досмотрели это видео до конца и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok